Всем привет, с вами Аурум, и сегодня на момент записи видео 24 октября, суббота, а это значит, что наконец-таки проходит ClashCon. Многие ждали очень долго этого мероприятия, я в том числе, одним глазком я уже смотрел, что там и как, что происходит, но вы знаете, вот честно, когда посмотрел, увидел комментаторов, увидел Голодона, увидел Чифпата, сразу вспомнился очень интересненький реплейчик, который мне сбросил Вендетта. Это игрок из клана Анарбест, это русский топ, он очень крут по кубкам, он бог на КВ, вот с этим реплейчиком хотел бы поделиться с вами. Очень примечательно, что после обновления, в котором ввели 25 новых заборинок, прошло буквально несколько дней, и, как видим, Голодон не терял времени, построил себе 25 заборинок, улучшил их на максимум, и, собственно, усложнил задачу соперника. Потому что мы знаем, что базы имеют все определенные типы, и когда ты привыкаешь к какому-то типу, то очень сложно потом перестраиваться, и 25 заборинок обычно играют, ну, какую-то определенную роль они играют. Но Вендетта не растерялся, он сделал все просто офигительно, просто, просто я не знаю. Давайте посмотрим, что он конкретно делал, и потом еще продолжим по поводу вообще этого сражения. Ну, собственно, заходит он стандартно, задача примитивно и стандартно снести две ПВОшки, уничтожить королеву, почистить деф и уничтожить клановую крепость. Это он делает наземными войсками, големом, гигантами, хогами, ну, естественно, героями своей клановой крепостью. Потом же он выпускает шариков и гончую, ну, и дело уже в шляпе, потому что ему, в принципе, помешать практически ничего не может. Здесь самое главное и самое сложное бросить правильно баночки, особенно баночки-заморозки. Ну, как видим, с этой задачей он справился, и все, вуаля, как говорится, дело в шляпе. Что еще очень интересно, он мне писал в чате Вендетта, что, ну, как бы не то чтобы обиделся, но говорит, очень странно, почему Голодон не показал такую хорошую атаку у себя на канале. То есть он действительно предполагал, что Голодон покажет эту атаку, потому что реально очень интересно. Думаю, не каждый день Голодона сносят на три звезды. Действительно, я уверен, что не каждый день, потому что он, ну, топовая десятка, топовый игрок мира. И, в общем-то, фейлы свои некоторые ютуберы иногда показывают. Но иногда и не показывают, и я в том числе, и многие русскоязычные ютуберы не показывают свои фейлы. Поэтому удивляться нечего, но атака действительно прикольная. Вот мне почему-то навеяло, вот увидел Голодона и сразу навеяло, как его снесли на три звезды. Но это же, опять же, это не его лажа, это действительно офигительное мастерство Вендетты. Опять же, не на правах рекламы, он мне ничего не проплачивал, просто мне кажется, это как-то в тему, что ли, к ClashCon. Ссылка на канал Вендетты в описании к видео, там он выкладывает ролики, конечно же, без озвучки. Но там снос на трешке десятых таунхоллов. Я думаю, не очень много таких каналов, где можно посмотреть реально, как на три звезды сносят десятые ТХ. Тем более, вот такие десятые ТХ с фулл прокачкой. И, опять же, если подытожить данный ролик, нету десятых таунхоллов, которые нельзя снести на три звезды. Просто это могут сделать единицы. Конечно, мы все к этому стремимся, я тоже пока ничего подобного показать не могу со своей стороны. Но буду стараться, буду учиться. Ну а за дротту Вендетте, респект и уважухам. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.